сегодня рассаживаем тую, вернее уже рассадили, сегодня покажу вам как мы рассаживаем тую вот теневичок ну рассадка тую, туи мы решили перенести на другой участок двухлетки, то что осталось нам ну вот туя двухлетка рассажена, ну вот это сколько сантиметров, ну сантиметров наверное 10, здесь по 5 здесь вообще, видите какая туя, будем следить за ней, за всей, рассадили на другом участке потому что там у нас уже места не было, тут вот теневик полностью а вот и рассаживаем тоже, тоже так же, ну как в прошлом видео я вам показывал, также рассаживаем а вот хозяин участка, Вань, ну скажи, какая вот земля тут, здравствуйте, земля обычная в обычную землю, первый год я ее, она была необработанная, то есть я ее только обработал сразу же посадил, ничего не удобрял просто, если вы где-то видите, что она лежит, это водой прибило я ее только вот поливаешь сильно, бывает такое, но она подымется сейчас, солнца нету, солнце она подымется, ребят грунт обычный, с песком, огородный, как у всех людей в огороде растет да, то есть залив, залив и еще раз залив, вот сегодня прошел дождь, все равно заливаем поэтому, ну мы уже на своем участке довольно давно ее выращиваем, она хорошо у нас получается поэтому, и у нас сейчас места там поменьше, поэтому решили перенести, вот я к своему брату попросил сделать небольшой теневичок и высадить тут, естественно, он за ней ухаживает, тоже опыта у него не так много с этим но результат вы видите, с моими подсказками, с моими рекомендациями, все происходит нормально тут, тут я вся, вот вся живая и вся, причем хочу заметить маленькая, не такая как оставалась вам, ребята не такая, она вся подействует, и посмотрим же, конечно, какая она будет осенью, осенью она достигнет сантиметров 20-25, то есть уже прошел первый полив корневином, очень хороший полив да, отпад где-то есть, все равно, я не скажу, что прям без всего отпада, но сколько ты вывернул за здесь полторы тысячи сколько ты, здесь, нет, здесь около двух тысяч, я за, примерно за неделю штучки три всего, три росточка ну, сухло у меня, но я не знаю, как бы, может где-то что-то попалось, между корешки плохие попались изначально, ну факт в том, что если человек хочет вырастить и выращивать, то он будет выращивать полив, полив, да, прежде всего пролить корневином, главное вот это вот в начале грядки, то что я посадил, она уже более поднята, там еще лежит, она вот поднялась, это вот то, что я начал садить, я постепенно, в день мозгу да, при поливе, расскажи, он может падать, да? да, вот только ты, если вы только посадите и сразу же поливаете в этот же день, допустим, засадили там сто штук, полили, она, конечно же, упадет сразу она будет дня два, может быть, у вас лежать, а потом солнце выйдет, она постепенно по одной, по одной вот они встали уже все почти ну, где-то можно самому и поправить где-то я там поправлял, чтобы земля, бывает, прилипает, когда при поливе, и не дает подняться ну, рассаживается она точно так же, как и ока вот смотрите, сантиметров, ну, 10 друг от друга, это еще Иван просто пореже ее посадил, а так я бы рассадил бы, например, по чаще, там сантиметров 5-7 ну, дай бог, это на будущее он рассадил, она вырастет, и весной мы, конечно же, снимем про этот теневик ролик, и какая она будет, я думаю, очень прекрасно, тут будет все сделено хотя сейчас ее очень мало видно земля с песком и все, песок он проступает, ну, ничего, скоро его видно не будет а теневик простой четыре с половиной метра на сколько? четыре с половиной на 15 метров на 15 метров вот две грядочки из всего участка и уже неплохое хозяйство, две тысячи туи елки тысячи штук елка трехлетка думаю вся она поголубеет, естественно это то, что она сейчас зеленая ничего страшного на этом все, уважаемые друзья про тую я рассказал все всего доброго, удачи ставьте лайк, подписывайтесь на канал с вами был Евгений Филимонов, питомник заходим дуэк